Приветствую вас, друзья, на канале Строительная Кухня. Это вторая часть выпуска про кирпич завода КС Керамик. Мы ждали новинки, и для них сегодня будет практически полноценный выпуск. Он будет не длинный, но тем не менее очень важный, потому что самые красивые кирпичи вы увидите в этом выпуске. Ну, или практически самые красивые. Поехали! Кстати, у нас тут стало все последним слову техники, и будущим клиентам будет совсем просто. Если у вас стоит программа для считывания штрих-кодов, или если у вас iPhone, просто подходите, выбираете, нажимаете ссылочку, и открывается кирпич со стоимостью, со всеми вариантами, с подгруженными фотографиями и с его характеристиками. Так вот, о чем речь? Максбург белый кирпич. Сразу хочется обратить внимание, вот буквально сегодня были клиенты, которые выбрали этот кирпич и приобрели. И выбрали они не по этому образцу, который здесь уложен, а вот который здесь. На что нужно обратить внимание? Вот смотрите, у этого кирпича коллекции Марксбурги есть такой вот характерный белый на пылу, да, на поверхности. Но от коллекции к коллекции это может немного меняться. И вот очень хорошо, что пришли новые образцы. Вот обратите внимание, как выглядит этот Марксбург белый в актуальном варианте. То есть здесь белых вот этих на поверхности напылов гораздо больше. Поэтому обязательно попрошу оператора сделать вам картинку слева и справа. Вы должны понимать, что может прийти или немножко поменьше белого, или наоборот побольше, или где-то посередине. Тут главное направление этого кирпича, то что вот он такой вот характерный белесый. Итак, давайте, значит, по новинкам, которые у нас не вошли в прошлый выпуск. Значит, пришли очень красивые коллекции кирпича Санторини. Значит, вот их у нас здесь три вида. Вот этот у нас называется кирпич Санторини Терра. Сам по себе он сделан на белой основе. У него есть вот такие вот красивые характерно серые включения. Кстати сказать, на сегодняшний день пока еще ни один производитель подобных вариантов не делал. Поэтому можно сказать, что этот кирпич тоже достаточно уникальный. Как видите, он у нас здесь есть в евроформате, а он и выпускается только в евроформате. Пока стоит этот кирпич, правда, недешево. 48 рубликов с доставкой. Хочу сказать, что так как мы являемся официальными представителями завода, вы зайдете на сайт завода, увидите цену. Наша цена уже с доставкой такая. То есть разницы нет. Если вы брали бы на заводе, вам еще надо было бы за доставку заплатить. И плюс мы еще и скидки можем сделать. Так, это у нас кирпич Санторини Акватино. Здесь по сравнению с этим кирпичом гораздо более спокойные переходы на поверхности. Встречаются такие небольшие раковинки, что-то похожее на рустик и такой более спокойный, мягкий переход. И, значит, следующий кирпич Санторини Белый. Стоит этот, а, вот этот вот кирпич у нас стоит, он у нас стоит 42,50 в еврике. Этот кирпич, значит, Санторини Белый 42,50 в еврике, 48, 44 в полноразмерном варианте. Значит, кирпичи все выпускаются с утолщенной стенкой. Здесь еще более спокойный вариант. Вот у этого кирпича пока названия нет. Но он, значит, помимо того, что у него поверхность такая близко к ручной формовке, он чем-то мне напоминает Славянский Гамбург. Хотя здесь все-таки на поверхности встречаются такие более угольные нагары. И если Гамбург можно отнести к более темным кирпичам, то здесь какие-то такие вот проблески светло-коричневого, переходящие в черный, и вот такие вот, как бородавки, пучения. Значит, стоит этот кирпич 48 рублей. Тоже удовольствие, скажем так, выше среднего. На что бы еще хотелось обратить внимание? Я вот здесь сегодня для клиентов привез два стенда известного немецкого производителя, Фельдхаус Клинкер. Пойдемте, я вам сейчас поднесу их к очень красивому кирпичу. Мы вот их где-то здесь поставим. Давайте как-то вот так. Вот пока вот так вот их и расположим. Смысл в чем? Вообще в данный момент вот эта коллекция Марксбургов на заводе КС Керамик, она родилась благодаря тому, что завод пошел по своему уникальному пути. Вот у нас где-то в прошлом году был разговор, мы консультировались с заводом, завод консультировался с нами, задавали вопрос, что же нам такое сделать? Мы им четко отдали понять. Не делайте все то же самое, что делают все. Все делают одно и то же. Баварской кладки это уже навалом везде. Берите, смотрите в сторону Европы, старайтесь это повторить. Завод как будто бы послушал. Пригласили из Германии технолога. В данный момент он находится на предприятии. Он фактически им настраивает вот эти вот лицевые поверхности, подгоняет характеристики для того, чтобы кирпичи были максимально похожи на то, что делается в Европе. Поэтому можно смело сказать, что это по-настоящему европейские фасады. Значит, кирпич вот этот крайне красивый. Называется он Марксбург Умбра. Стоит он, кстати, 32,76. В еврике 27,80. Опять же, трозничные цены. От этих цен есть скидки. Здесь, посмотрите на поверхности, вообще какие-то сумасшедшие сочетания цветов. Здесь есть и оранжевый, и светло-желтый, темно-желтый, коричневый. И накатка, и рустикальная, и вертикальная. И какие-то, как такие вкрапления есть. Кирпич, конечно, максимально красивый. Кстати, специально не стал исправлять ошибку наших разнорабочих, которые сюда таскали. И эту ошибку тоже вам хочу показать. У нас некоторые клиенты, которые покупают этот кирпич, каменщики, ну, может быть, никогда не видели такого кирпича, начинают выкладывать его обратной стороной. То есть я напоминаю, что у этого кирпича условно две лицевые стороны. А, кстати, вот здесь все как раз и правильно положено. Вот эта сторона рабочая. Вот здесь вот ошибка сделана, да? Если мы этот кирпич перевернем, ну, давайте не этот, вот этот. Вот, допустим, рабочая сторона. Они начинают... У нас там клиент сейчас есть из Белоруссии. Присылает нам фотографии по Максбургу, по кирпичу, трубы. Говорит, смотрите, как красиво получается. А мы смотрим, то, что у него трубы выложены вот этой стороной. И, соответственно, вовремя ему сказали, ну, уж теперь, наверное, переделывать ничего не будут. Но основные стены хотя бы строят правильно. Поэтому условно у кирпича обе стороны лицевые. Поэтому если вы будете заполнение забора делать, ну, на забор, допустим, я не вижу смысла брать один арку. Можно и 0,7 формат. То у вас красиво будет и с одной стороны, и с другой. Поэтому некоторые клиенты вот допускают такие ошибки, когда обратную сторону начинают выкладывать сюда. А принес я вот эти стенды просто для того, чтобы вы посмотрели и увидели направление, в котором движется завод. Я не исключаю, что до конца сезона появятся еще какие-то сумасшедшие новинки. Кстати, я приоткрою немножко занавес. Завод уже сейчас работает на производство черного кирпича. Я думаю, что вот когда он выйдет, отдельно его покажем. У этого кирпича тоже на сегодняшний день нет названия. Могу сказать только, сколько он стоит. Это 48 рублей, значит, в одинарке. Знаешь, что по этому кирпичу? Здесь у него интересная такая поверхность, как будто как вот металл скородировал. Есть такие металлы, которые специально, как называется эта сталь-картен, которые специально покупают для того, чтобы она потом проржавела. Вот здесь вот такой же эффект какой-то потертости. Некоторые кирпичи встречаются с заглазурованной поверхностью, но в целом такое ощущение, что кирпич вот как будто уже очень-очень много лет отстоял. И поэтому под определенные задачи этот кирпич, я думаю, что очень идеально подойдет. Конечно, не каждому дому, наверное, не на каждом доме, вернее, он будет хорошо смотреться. Под этот дом нужна своя архитектура, свой набор кровель. Кстати, вот у нас здесь все варианты брасовской черепицы представлены. Я думаю, что какая-то там черная или темно-коричневая к нему идеально подойдет. И в заключение выпуска обзора на КС Керамик, хотел бы вам еще рассказать об одном факте, что вообще КС Керамик сам по себе завод славится кирпичом, который выпускают для печей. То есть это полнотелые варианты. Я бы хотел вас к началу нашей выставки сейчас пригласить и показать как раз такие кирпичи. Кстати, вот это вот место, про которое я говорил, где можно применять фасонные кирпичи для цоколя, еще раз вам просто напоминаю, просто есть наверняка новые зрители канала, которые не все выпуски смотрели, поэтому считаю нужным остановиться на этом поподробнее. Вот ваш цоколь, вот ваш выпуск, в данном случае он радиальный. И дальше пошла ваша облицовка. Здесь делается утепление и плитка. Плитку мы уже подготовили, вот под укладку. Это плитка производства Штреер, она вот такая вот под камень, клинкерная. Что хотелось бы сказать по поводу этого кирпича? Ну, во-первых, показать разнообразие всех цветовых оттенков, которые могут быть. Также хотелось бы обратить внимание, что эти полнотелые кирпичи могут быть еще и с такой сложной поверхностью. Вот это, например, поверхность от коллекции Максбург Кварц. Соответственно, видите, он у нас полнотелом исполнении, этот кирпич. Соответственно, если вы будете там цокольные зоны какие-то выкладывать или там дымоходы, то или подоконники, имеет смысл, конечно, присматриваться к полнотелому кирпичу. Стоит такой кирпич 60 рублей. Окей, также коллекции Красный, Эльц, Камелот Терракот, Камелот Темный Шоколад, Камелот Глиссе. А давайте я по ценам лучше пробегу, какая разница, как он там правильно называется. 50, 98, 53, 85, 88, 85, 85, лотос 80, 50, 90. Это радиальный кирпич. Надо сказать, что к этим кирпичам еще прилагаются и радиальные. То есть печникам совсем все будет просто сделать. Или если вы делаете, допустим, над своей цокольной частью место под утеплитель, вы можете радиальным кирпичом пройти первый ряд, у вас образуется такая вот полка. Ну, чтобы вы понимали, да, то есть когда вы кладку начинаете, у вас отсюда идет облицовка, здесь у вас цоколь, у вас остается место под утепление, и все это хорошо организовывается. Итак, лотос 97, 58 радиальный, глиссе 53, шоколад 58, 60 рублей. Это у нас темный шоколад 73, 74, максбург кварц 68, это я сказал. Значит, это Айренберг, ручная формовка. Ну, кстати, еще один вариант кирпича, баварская кладка в ручнике. 50, 98, 66, 53, 66, 60, 73, 65. И причем, смотрите, на этих кирпичах и тычки тоже имеют характерный отблеск. То есть если уж баварская кладка, то есть если вы свою барбекю, печь, камин выкладываете с какими-то там интересными завитушками, то вы же понимаете, что если вы радиус будете зарезать, то под ним будет красная глина. Есть готовые решения. Мы этот кирпич поддерживаем постоянно в наличии. Вот он у нас здесь лежит, потому что он у печников пользуется очень хорошим спросом. Если, допустим, его сравнивают с кирпичами других производителей, то печники почему-то любят больше КС. Почему? На мой вопрос один из них ответил, что он вроде как полегче обрабатывается. То есть ему как-то проще и удобнее придавать всякие формы, делать на нем резьбу и так далее. Итак, друзья, я надеюсь, вам этот обзор понравился, он был полезный. Некоторые кирпичи, которые там находятся, там, допустим, узкие айренберги и соломенные, я умышленно пока вам не назвал на них цену, потому что цена корректируется. Хотя, наверное, по желтому. Пойдем, не будем мешать рабочим процессам. Пока идем, кстати, маленькая такая реклама, пришли новые кирпичи завода прекрасного «Энгельс Бакстон». Не путайте с российским «Энгельсом», который на некоторых каналах продают как облицовочный строительный. Вот, поэтому «Энгельс» мы покажем в отдельном выпуске, когда уже сделаем демонстрационные кладки. Вот кирпич, о котором я вам говорил. Вот это кирпич со сложным названием, по сути, это «Энгельсом», но называют его «Хилт Версум». Он такой вот интересный узкий, я думаю, что он, конечно, найдет свое применение, прежде всего, в интерьерных дизайнах. Его прикольно можно укладывать и как ригель, потому что у него хорошая фаска, его можно, в принципе, вытянуть, делая только горизонтальные швы. Стоит такой кирпич 24 рубля. А вот этот кирпич, который я изначально хотел немножко пропустить стороной, потому что, ну, честно говоря, считаю на него на сегодняшний день цену слегка завышенной. Но, тем не менее, стоит отметить, что среди желтых пестрых кирпичей, в принципе-то, предложить особо нечего. На ЛСР есть пшеничный флэш, но он не такой выраженный. Поэтому, если кому-то хочется, допустим, соломенную баварскую укладку с такими контрастами, то вот этот кирпич называется у нас, господи, ну и название, Ирфаут Сиена 44.71, в Еврике 39.27. Считаю, конечно, что ценник слегка, если так можно сказать, на него завышен. Думаю, что справедливая цена для него была бы 28-30 рублей. Я надеюсь, что на заводе, а я знаю, что на заводе посмотрят, подумают по этому поводу, потому что, если завод хочет, чтобы этот кирпич стал массово продаваться, то по-хорошему нужно цену корректировать в районе 24-26 рублей. По остальным кирпичам спора нет, аналогов нет, можно спокойно зарабатывать на эксклюзивности. Но вот насчет этого прошу подумать. Я думаю, что вы меня поддержите с этим. В общем, задачу свою выполнил, про кирпичи все полностью рассказал от души. Говорю спасибо всем тем клиентам, которые уже сделали выбор в пользу этого кирпича. В данный момент у нас строится достаточное количество домов из Марксбурга Серого, потом из Марксбурга Кварца. Вот теперь, сегодня уже клиенты Марксбург белые, поэтому как только эти дома будут готовы, с удовольствием их снимем в объеме и покажем. Друзья, подписывайтесь на канал, впереди много интересного. У нас в скором времени ждет поездка в Воронеж к моему хорошему товарищу-архитектору. Мы покажем вам дома в стиле райта, потому что Андрей на них специализируется. Также у нас есть идея съездить в Тулу, снять, что получилось у Антона Булатецкого. Выпуск называется, по-моему, своды, арочные своды потерянной технологии. Есть еще одна очень интересная договоренность, о которой я не буду сейчас говорить, чтобы мои коллеги по цеху нас не обскакали и не выдали этот материал первыми. Поэтому подписывайтесь на канал. Как всегда, внизу ролика есть все наши контакты. Для того, чтобы заказать этот кирпич и любой другой материал из наших выпусков, пишите, звоните. Всем подписчикам скидки гарантирую. До новых встреч, ребята. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok